МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Банфеста. И Голбани. Три вида сыра. Вид сыра один, моцарелла, три производителя. А моцарелла вообще бывает нескольких видов. Первый вид – это мягкий сыр, который вот находится в рассоле. Второй вид – это твердый сыр. Он предназначен для пиццы. Вы его в магазине увидите в вакуумной упаковке без какого-либо рассола. Но мы рассмотрим мягкий сыр. Да, мы сегодня рассмотрим мягкий сыр. У меня написано, сделано в Швейцарии, между прочим, зюгер. Не является показателем качества. И когда вы смотрите, сделано в Швейцарии, либо сделано в России, обращайте внимание на срок годности. Там, где указан срок годности, будет стоять приставка РУ. Это означает в том, что сделано в России. Да. Как раз Голбани – это фирма итальянская, но она имеет приставку РУ, значит, что производство у нас в России делает. Слушайте, ну вот это ведь продукт небольшого срока годности. И мне кажется, что если бы он был сделан где-то далеко, то он бы и стоил дорого, потому что транспортировка в короткие сроки – это штука дорогая. Очень дорогой сыр, он естся в первые сутки. После этого его нужно поместить в рассол. И вот самый дорогой он в Италии, действительно, срок годности одни сутки. Добавление рассола позволяет продлить срок годности на один месяц. Итак, сначала что мы рассматриваем? Вот по упаковке давайте поспотаем. Обязательно должно быть указано моцарелла, корона происхождения. Мне написано в Швейцарии, я вам уже сказал. Да. Ну, у меня здесь… И написано моцарелла, да. У меня написано просто «сыр моцарелла Голбани». Ничего люди честно не пишут, где сделано. Здесь есть значок РУ. Это означает, что сделано в России. Сделано в России. Да, то есть маркировка у всех нанесена правильно. У меня тоже российское производство. Срок годности у меня ровно месяц. Сделано недавно, 23 июня. И до 23 июля этот сыр нужно съесть. А у меня есть срок годности до какого момента нужно съесть? Но когда произведен, нет срок годности. Да, это нарушение должно быть в том числе и даты производства. Так, зюгер ставим минус. К сожалению, уважаемый зюгер, вам минус. Моему Голбани ставим плюс. У меня с 14 июня по 14 июля, поэтому тоже ставим плюс. Плюс. К сожалению, зюгер тут проигрывает. Что дальше смотрим, Иван? А дальше смотрим на состав. Моцарелла производится каким образом? Молоко наливают в емкость, добавляют сочужный фермент и нагревают до 90 градусов. После этого вымешивают, пока не превратится в пластмассу. Ой, из пластилин своего разного пластмасса. Слушай, ну у меня написано. После этого его вылепляют в форму шарики различные. Изначально это делалось из молока буйволиц, дико пасущихся обязательно. Сыр, несмотря на то, что производится в Италии, его придумали в Афинах, когда были войны. Они его в Италии производили, и с тех пор он остался жить в Италии. А у меня из молока швейцарских буйволиц написано, молоко цельное, соль, регулятор кислотности, лимонная кислота с использованием молокосветающего ферментного препарата микробного происхождения. Рассол, вода, соль. Вот соль, содержится соль, сам по себе продукт является постным, соли не должно быть. У меня тоже содержится соль. Но у меня тоже содержится соль, но она содержится в рассоле. В рассоле допустимо, а в самом сыре... А у меня в сыре прямо соль. Так, зюгеру опять минус. Опять мне минус, зюгеру. Банфеста минус тоже. Банфеста тоже минус? Да. Ну вот у меня, смотрите, как написано, нормализованное молоко. Дальше идет регулятор кислотности. Это лимонная кислота, смешанная с молокосвертывающим ферментным препаратом микробного происхождения, запитая. Дальше идет рассол. Рассол состоит из воды и соли. Правильно состав? Не может состоять из одной воды. У меня плюс. Анна взяла себе самый верный, по-моему, сыр моцарелла. Дальше нам нужно посмотреть внешний вид. Для этого мы с краем сольем рассол. Вот для чего миска-то появилась. Слушайте, сколько рассола. А можно весь рассол в одно и то же место вылить? Да, мы выливаем, потому что он нас не интересует. Это же даже не сыворотка, это просто вода с солью. Светлая бесполезная вещь. Так, можно ванить? Вот, прошу. Только надо не перепутать. Мой пускается. А мы прямо ставим вот так, как в руках. Так и понятно. А вот мне сразу видно, что у Максима сырок желтее, чем у Вани. Должен быть кипельно-белым. Кипельно-белым? Опять плохо у Зюгера. Я только хотела его похвалить, думаю, такой цвет. А вот у меня тоже белый. Ты вообще сегодня отличник какой-то. Так, смотрим на эти комочки. Комочек должен быть ровным, иметь небольшие выпуклости. Это означает о том, что его формовали при помощи станка. То есть это большой комок, от которого отщипывают круглые кусочки. Что стоит сделать? Возьмите немного сыра и надрежьте. Ножом. Нож должен остаться чистым. Не должно быть налипаний. Так, вытирай. Ну это просто цвет. Давай Зюгер надрежем. Я держу. Неудачненько вот этого. Нормально? А он видишь? Вот как раз посмотрите, вот очень сильно налипло. Смотрите, пористый он какой-то. Это говорит о том, что при изготовлении сыра использовались растительные жиры. То есть немолочный продукт уже растительный. Ну давайте мы его разрежем. Отличненько твоего. Тоже у нас осталось. И тоже он пористый. Вот у Ивана самый чистый. По пористости, посмотрите, никогда не должно быть у нас пустот. Это говорит о том, что продукт бородил, то есть спиртовое дозревание. Это для телезрителей специально показывает. Смотрите, вот этот сыр, он очень пористый. У Анны тоже пористый. А вот у Ивана сыр прямо ровненький. Это хорошее. Так что Зюгер вообще со всеми минусами ушел куда-то. Бов, Банфест оставим плюс, остальным по минусу. Да, получается, что победила дружба между Голбанией и Банфестом. А пробовать будем? Если ты хочешь. Я хочу попробовать. Ну это же субъективный момент. Нет, а есть какие-то по вкусу специальные. Слушайте, у нас народная проверка. Мы вполне можем себе это позволить. Раз у нас в Голбании и Банфеста примерно одинаковое количество баллов, пускай Максим попробует и решит. Я сейчас попробую. Вот один, который я защищал, Зюгер, да, а потом который Ванин. Ни в коем случае не должно быть горечи, прогоркости, кислости. То есть это должно быть вкусно-молочный. Он совершенно пресный. Пресный. Но это нормально. Хотя добавлена соль. Он совершенно пресный. Так, сейчас мы пробуем. А вот сейчас пробуем. Ванин. У Ивана по составу он как-то более мягкий, более нежный. А кто бы еще вот этот, потому что нужно выбрать, какой тебе больше понравится. Который был у Ивана или который был у меня. А этот смотри как-то вот. Ой, что-то вообще. Вот возник очень хороший. Расползся. Да, разболелся. А этот совершенно невкусный. Невкусный. Тоже очень поистый. Вот у Ивана действительно самый клевый сыр. Получается так, что в нашей сугубо субъективной в конце уже своей проверки победил сыр моцарелла-производителя Бонфеста. Потому что в Голбании и Бонфеста набрали одинаковое количество баллов. Но Максим попробовал. А я набрал некоторое количество веса. Но я правда попробовал. И вот, честно говоря, на мой вкус сыр, который защищал Иван, самый лучший. Вань, расскажите, пожалуйста, вообще, насколько моцарелла такой продукт, при покупке которого нужно быть внимательным. Нужно быть очень внимательным, потому что срок годности очень маленький. Очень часто вы можете встретить просроченный, либо который истекает срок. Когда вскрыли дома, рассол не выкидывайте, а слейте его. Если сыр не доели, обязательно поместите в рассол. Потому что срок годности ровно сутки. Ну вот так. Дорогие друзья, мы благодарим Ивана Лемзикова, который появляется в нашей студии и рассказывает нам, как правильно выбрать продукт. Наша программа продолжается. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Продолжение следует...